Всем привет, с вами Габзор.ком и сегодня с вами протестируем систему жидкостного охлаждения ID Cooling ZoomFlow 240XRGB. Это недорогая система, доступна в среднем за 4-4,5 тысячи рублей. Комплект ее включает усиливающую пластину, крепежные пластины, винты и гайки, тюбик с термопастой, кабель с синхронизацией подсвертки, контроллер управления, питающий кабель руководства пользователя. Традиционный формат исполнения для необслуживаемой системы охлаждения. Радиатор, помпа с водоблоком и соединительные шланги. Алюминиевый радиатор окрашен в черный цвет. 12 каналов заполнен между ними пространством гофролентой. Вентиляторы можно установить с одной из двух сторон. Комплектуется система двумя вентиляторами. 120 мм, 11 лопастей. Подсвечивается вся площадь, за исключением рамки. Скорость вращения регулируется в диапазоне от 700 до 1500 оборотов в минуту. Места крепления с антивибрационными накладками. От каждого из вентиляторов отходят два кабеля. Один из них с PWM, второй 5 Вольт RGB. Для удобства в комплекте предусмотрели разветвители. Соединительные шланги у ID Cooling Zoom Flow 240X ARGB длиной 40 см. Они сопровождаются защитной оплеткой. Места соединения опрессованы и защищены от перегиба. Блок помпы совмещен с водоблоком. Цилиндрическая форма с крышкой, на которую нанесен логотип производителя. Этот элемент также подсвечивается. Основание медное, плоскость ровная. Скорость вращения помпы составляет 2100 оборотов в минуту. Как и от вентиляторов, отходят два кабеля. Управлять подсветкой можно с помощью встроенного контроллера с набором кнопок для переключения цветов и эффектов. Предлагается хороший выбор. К нему же можно подключить сторонние устройства с тем же типом разъема. Минусом является сложность с доступом к кнопкам в корпусе с закрытыми стенками. Для того, чтобы не сталкиваться с этим, есть возможность подключить к материнской плате с разъемом 5 Вольт ARGB. Такое управление вестись будет через программное обеспечение. ID Cooling Zoom Flow 240XRGB поддерживает актуальность сокета Intel и AMD. Процесс сборки простой. Для начала ставится усиливающая пластина. Фиксируется крепежная пластина. Наносим термопассу на крышку процессора. Прижимаем водоблок с помпой к процессору. Остается подключить кабель и зафиксировать радиатор на стенке корпуса. Длины кабелей и шлангов тут с запасом. Сейчас вы видите данный мониторинг с процессором Intel Core i5-10600K. Тестирование проводилось в закрытом корпусе, стенка из стекла. Напомню, что по ссылке есть секс-обзор, там можно смотреть более детально, если вам это интересно. Несмотря на невысокую стоимость, ID Cooling Zoom Flow 240XRGB демонстрирует хорошую эффективность отвода тепла с умеренным уровнем шума. Управляется подсветка с двумя вариантами управления. Универсальная с подбором платформ, шланги с защитной оплеткой, разветвители для питающих интерфейсных кабелей. Из особенностей отметим наличие шума при выходе на максимальные обороты. С удовольствием обсудим с вами ID Cooling Zoom Flow 240XRGB. Лайк подписка приветствуется, пока-пока.